Сельские школы теперь идут в ногу со временем. Тут и класс для робототехники, и лабораторий для занятий химией и физикой. Новый учебный год в Отрадненской школе стал по-настоящему инновационным. Для учеников это не просто дорогие игрушки, а шанс освоить профессию мечты. 11-классник Владимир Александров уже давно хочет стать программистом. С открытием точки роста его шансы увеличились. Понравилось оборудование, понравилось то, в частности, что стало больше практики в занятиях. То есть мы уже не только учебниками и тетрадями занимаемся, а еще и собираем роботов, изучаем то, как они работают. Иногда даже нас допускают к среде программирования, к среде разработки. Угубить свои знания школьники могут по четырем направлениям – робототехника, физика, биология и химия. Точка роста открыта для воспитанников с 1 по 11 класс. Для самых маленьких – конструктор, напоминающий лего, а для детей постарше – мини-лаборатория. Благодаря новому оборудованию станет проще работать на уроки и после них не только детям, но и учителям. Мне как учителю намного будет проще работать с цифровым оборудованием, потому что все данные сразу выводятся на компьютер, а до этого нужно было смотреть шкалу, если это, например, термометр, еще и под определенным углом, чтобы было все правильно. Это все очень энергозатратно и по времени долго, и опасно, дети могут что-нибудь сломать, а тут компьютер, все под контролем. Чтобы внеурочные занятия детям приносили только радость, в кабинетах сделали капитальный ремонт. Это замена напольного покрытия, это потолки, это вся электрика, это ремонт системы отопления, двери и покупка мебели. Это все входило в эту сумму. Ну, как видите, специализированные столы для кабинета химии, биологии, для изучения такого предмета, как робототехника, это стулья, специализированные шкафы. Осваивать новые компетенции стало доступно детям села Отрада Засвияжского района благодаря реализации федеральной программы «Современная школа» – национального проекта «Образование». До 2024 года в регионе количество таких центров достигнет 268, а обучаться в точках роста будут более 23 тысяч школьников.